так добрый вечер дорогие друзья дайте мне обратную связь как меня слышно отлично о какие оценки сегодня прямо как спасибо спасибо друзья я даю так спасибо олег сегодня мне помогает сошников спасибо олег он уже запись включил чтобы я не запамятовал значит сегодня много интересных вопросов вот любознательность наши растет и меняется мир в котором мы находимся все развивается и поэтому естественно просто есть причины радоваться вот в целом есть некоторое огорчение но это такое знаете проходящее что там типа там кошка не туда сходила как дома кошка не туда сходила можно огорчиться а можно подумать что слава богу что ничего не съела там лишнее или еще что-то так что и так и в жизни в принципе поэтому я прошу вас значит сосредоточиться как будет белая бумага уже ищенко людмила уже вопросами сыпет не могу разобраться стоит менять или не стоит а вы на картах разложите точно я прошу прощения если не очень так вот настроен немножко я исправлюсь по ходу нашей встречи сегодняшней теперь значит там будет кое-что об этом людмила у меня уже есть вопросов там было много начать в них не начать извиняюсь вопросники которые мы тут открыли с алексеем дьяковым вот и связи с этим будут ответы скажем так информации такой что ли но вот текущий не беру сейчас на себя трудно сказать что важно все важно анатолий эдуардович в объединенных арабских эмиратах о чем это говорит для меня это говорит в первую очередь не мне не докладывал не говорил я делаю для себя как инвестор как акционер как определенный ну скажем человек который процессе участвует вообще в процессе к сковей капитала потом я скажу вообще как я здесь оказался потому что там такой вопрос тоже был вот очень важный поэтому я для себя фиксирую здесь где-то что значит там дела идут знаю что там готовится к определенной презентации очень мощной вот казалось бы причем уже презентации где не только будет представление каких-то картинах но и реальных объектов нашего проекта то есть я так полагаю рсв и головная компания об этом скажет сама не буду предвосхищать то что там будет теперь значит по африке прошла в африке конференция в котт-де-уар вот в абиджане в городе абиджан и прошла очень успешно там тоже почти полтысячи человек было инвесторов заинтересованных технологий зарождается на мой взгляд зарождается адресные проекты один из них абсолютно такой рабочий вариант там три версии могут быть то что алексей суходоев и владислав волков привезли оттуда будем работать с этим другой вопрос как как с этим идти дальше и как это готовить много вопросов поступает от вас и по поводу того что как где список вопросов и так далее так далее по адресным проектом поймите меня правильно что мы находимся сейчас в стадии когда нет как бы нет отбоя в адрес готовится всегда успеете потому что уже только в центре адресных проектов сейчас целый большой список можно сказать электронная картотека значит там не все как следует описано но идеи более менее описаны и они требуют проработки средств на это дорогие друзья нет потому что еще не запущена механизм который механизм фонда всемирного фонда который призван как раз для того чтобы появились средства на вот на эти работы это все делается из свободного времени которого практически нету вот и поэтому здесь сейчас пока вот такая вот скажем общественно полезно или волонтерская работа ведется к сожалению это так вот иначе ничего не сделать я об этом немножко покажу вам на сегодняшних слайдах на два слайда всего но там более-менее постарался выложить сущность или существо того где мы находимся и как это понимать потому что там целый ряд вопросов возникает у вас мы с командой тоже не меняли акции на токены непонятно выгодно это или нет но вы знаете значит если непонятно так чего чего делать ведь вопрос то в том что зарегистрируетесь ничего страшного пока нету срок может предположим вот как я бы на это смотрел значит я не спешу у меня есть определенное большое количество но 100000 там набирается в рсв так когда-то давно давно я проинвестировал как бы через эту площадку проверял как бы как она работает в свое время ну вот и поэтому я не спешу потому что я не прочитал ни белой бумаги не описание значит организационно-правовой основы всего этого дела то есть я не понимаю как это будет делаться я могу догадываться но вы извините это мои догадки вот и не я это делаю поэтому это делает компания она готовится основательно готовится это правильно если это не будет до 25 ничего страшного будет чуть позже но это будет и мы же ведь не скажем так это не не какой-то государственной организации или государственного нет все ты не сделал это до 25 все мы лишаем тебе этого права ну извините а с другой стороны тогда я или вы или кто вы там есть скажете но окей извини ты сам не дал невозможность ты дал с одной стороны возможность да нажми на кнопку а с другой стороны я не знаю что там нажимали потому что видите вопросы задаете мы с командой тоже не меняли акции на токены непонятно выгодно этой нам или нет можно предположить что выгодно одна выгода которая ясна сегодня и она видна там если вы зайдете на вот эту на площадку там видно я об этом говорил и повторю здесь одна выгодно выгода это в том только можно предположить что это выгодно потому что токен предполагается что он будет участвовать или скажем владелец не токена а то что будет за токеном стоять значит будет вот этого крипто проявление будет являться значит участвовать в выгодах которые будут давать все проекты которые будут проходить по через площадку а это все практически строительные проекты которые будут делаться по технологии то есть транспортные проекты там есть как вы видели солнечные значит или скажем так альтернативные источники энергии которых в нашем проекте нету там есть значит в проекте экотехнопарка и сертификации технологий там есть целый ряд это и линейный город как таковой и вернее элементы линейного города это эко дома это фермерские хозяйства это поселенческие элементы там там том же тот же самый гумус он тоже там как бы задекларирован но это пока картинки только я на белой бумаге этого не видел пока нет белой бумаги и нет описание и более подробного описания там еще должно быть значит пока этого нету это пока только предположение поэтому не суетитесь мой вам совет значит и давайте спокойно к этому относиться поезд не уходит хотя расписание вывешено осторожны ли пожалуйста что с микрофоном что-то звучит у меня микрофона нет у меня вот здесь такой проводок видите и все андрей владимир осторожно с микрофоном пожалуйста надо видимо вам там отрегулировать тогда андрей значит срок покупки только инвестика это белая бумага да все правильно так значит все с текущими вопросами с текущими вопросами пока все идем дальше дорогие друзья потому что вопросов там очень много и я хотел кое-что еще вам сказать обязательно дают нам этой возможности сейчас во всех проектах наши обязательства екатерина фадеева уважаемая но вот я не знаю вы проинвестировали нигде не были и второй раз только появились сегодня здесь на вебинаре слушайте о каких проектах вы говорит да будем участвовать во всех адресных проектах но если там есть свои нюансы то есть если это адресный проект будет строительство поселка или какого-то поселения значит который будет рядом с трассы которую тоже было отдельным адресным проектом то в этом в этой доле мы не участвуем наши акции или акционеры которые мы же не инвестировали в это мы инвестировали технологию и сертификацию поэтому разберитесь пожалуйста с этим своим пониманием так идем дальше смотрите дорогие друзья тут ответ я постараюсь ответить на большинство ваших вопросов и уважаемая екатерина значит понимаете ведь вопрос вот чем что я уже неоднократно писал что вот это как воду в реке или я выбросил ведро или цистерну воды вылил в реку и теперь где это в цистерна моя в этой воде понимаете так и наши проекты их только можно условно говорить было допустим миллион тонн я вылил одну тонну значит у меня одна миллионная доля в этой реке вот только так можно будет отслеживать там есть свои нюансы тем более когда у нас будет перед перед мы перейдем как анатолий гардович и вот как написано там в этом описании значит что принципе весь учет тоже будет переведен на крипто на базу скажем блокчейн то тогда можно будет достаточно но достаточно успешно это отслеживать но это потребует достаточно больших ресурсов компьютерных и инфотехнологических ресурсов пока по крайней мере вот но тем не менее это будет возможно отследить и все где какая как рассчитать и так далее но косвенно все равно понимаете вот проект допустим мы обсуждали проект я уже говорил об этом повторюсь проект в нигерии там получается так что у них большая проблема с энергетикой переработка мусора у нас вообще нигде не проходила согласны со мной этот вопрос возник вообще впервые тут в одном нашем проекте подмосковье где люди значит экотехнопарк строили и большое поселение собирались делать а с транспортом никак и вот тогда мы там выяснили что да можно нашу трассу проложить вот она хорошо вписывается в радиальную страссу или как радиальной между проектируемой и предполагаемой окружной надземки и оттуда начал вот эта тема с мусором выходить а переработка мусора это колоссальное количество электроэнергии и тепла причем тепло тоже можно перерабатывать электроэнергии и отсюда вы понимаете да что появляется появляется что у нас есть а мусора извините меня как грязи во всем мире уже я не говорю и в то в особенности в той нигерии и а у них нехватка электроэнергии и что получается что про проекте нашим адресным проекте одним из элементов будет переработка мусора но когда мы ее берем и она является элементом переработки то уже мы не будем ее отделять от того что нет ребята вот понимаете то есть она будет работать на общую прибыль и эта задача тех кто делает этот адресный проект и там не будет это ваше это наше это будет общий проект она будет улучшать показатели прибыльность проекта потому что там будут дополнительно электроэнергию производить будет производиться там выходные там до восьми элементов разных выходных которые каждый из них стоит я уже не говорю о побочных и косвенных эффектах то есть понятно да спасибо за вопрос он он действительно такой щепетильный но его надо понимать и немножко подумать артем лучников идет ли стройка в р вы знаете артем значит фото есть скажу вам так что такое стройка опять-таки вот для меня стройка стройка да для меня в понимании как вот насколько я уже наелся супа проектов для меня стройка это когда идет уже проектирование и так далее для кого-то вот я спрашиваю своего коллеги который тут напротив сидит я у него спрашиваю что для тебя стройка для меня стройка когда бульдозер начинает ползать копать и так далее то есть получено разрешение на строительство понятно да и в принципе я с ним согласен он прав поэтому сегодня я не могу вам сказать получено ли разрешение на строительство но на подготовительные работы получено и они идут вот и считаем идет ли стройками идет ли стройки понимаете значит молдова светлана здравствуйте светлана рад видеть ваши вопросы мы всегда говорим на презентации что владельцы доли skyway будут получать дивиденды от реализации любого продукта под маркой skyway не совсем правильно вы говорите это юридически неправильно но целом мы к этому стремимся вот если вот так вот придраться то я бы мог сейчас это разложить что это не совсем так то есть все изобретения которые будут нет будут испытаны и реализованы на коммерческой основе нет на какой коммерческой основе в экотехнопарке да то что мы про профинансировали на по вот юридический в этом мы будем участвовать где нет извиняйте я об этом уже неоднократно говорил и по моему один раз вы это поняли а вы еще значит там на семинарах или на презентациях еще об этом говорите немножко не так не то есть технологии у нас технология skyway они технологии строительства зеленых домов и так далее мы то что сделано в экотехнопарке на крыше это сделано для покрытия скажем тематики ооновского гранта и поэтому назвал экотехнопарком и там никакой особой технологии разве что мелочевка так а вот здание который запроектирован это это отдельно в рамках этого гранта и к нашей инвестиции это никаким боком отношения не имеет понимаете но повторюсь еще раз если в проекте в каком-то будет элементом проекта адресного будет строительство поселения да и она входит в этот проект то там естественно косвенно это будет влиять на прибыль на доходность этого проекта и в какой-то степени косвенно мы будем тоже иметь от этого доход но вот так вот что все это наше так нельзя сказать это будет некорректно интеллектуальное ограждение оно входит да да это элемент трассы в нем использованы вакуумное стекло входит да но вакуумное стекло насчет она разработана для да да все что связано будет где будет использоваться да это входит вот этой части вы правы я с вами согласен я тоже несколько понимаю заявлялась ранее что доли скайвей дают возможность получать дивиденды со всех нет не со всех и какой с компанией какой значит вроде нет понимаете нет будете получать со всех доходов но или мы будем получать понимаете но надо понимать чего и поэтому сейчас не то место где доходы делить друзья не забивайте себе голову придем к этому все будет одно сейчас и другое токены не знаю виктория кто вам токены разбавят дивиденды в разы как разбавить дивиденды в разы не понял тут что-то совсем не то виктория вы высказались сошников акции сами по себе токены сами ничего токены не разбавить правильно алекс спасибо значит как сказать давайте значит давайте давайте чем отличается доли корневой доля адресных проектов не понял а юрий но теперь понял сразу не понял значит не доли у адресных проектов никаких доли не будет будут акции или будут значит какие-то крипто решения ну те же самые токены если наша плаве площадка будет платформа будет эффективна и участники конкретного адресного проекта и расчет покажет что это рационально на нашей платформе разместить а это займет времени не меньше полутора лет я так думаю вот и она получит все лицензии так же надо еще лицензии иметь то тогда да потому что это уже точно не внутреннее размещение будет тогда действительно значит доли адресных проектов они будут адресные проекты а доли наши все эти адресные проекты они тем не менее поступают видите вот значит тут нету сейчас одну минуточку посмотрим нет здесь нет этого хода значит я потом расскажу значит что адресную с адресного проекта поступает доход в то что делает gti и все здесь у меня схема значит смотрите здесь схема инвестор инвестиций я на тебе хотел вам извиняюсь я на этой схеме хотел вам показать значит логику логику чем отличается доли корневой от доли адресных проектов доли к корневой от вот самое главное отличие я запутался самое главное отличие о том что акции доли евразии на русской систем с которой как бы являются акциями корневой условно говоря компании да они участвуют во всех адресных проектов через то что gti является участником всех будущих адресных строительства адресных проектов и вот всю прибыль которую он будет получать через это будем получать и мы свою долю через привилегированные акции который в нашей евразии на релосковой систем холдинг 2 находится вот зависимости от того значит сколько там их есть а адресный проект он будет только с этого адресного проекта а вот эти доли будут со всех адресных проектов вот и все отличие у меня был слайд такой где это было показано значит что скажете про переход на скажу потом попозже дмитрий про переход иначе мы тут час и будем играть вопросы смотрите я сейчас завершу разъяснения значит инвесторы с адресными проектами мы еще только начинаем и готовимся к этому сейчас у нас идет процесс инвестор инвестирует сковей капитал это эту роль выполнял это была торговая марка эту роль выполнял евро в извиняюсь вскоре инвест инвестным групп который зарегистрированные находятся в лондоне он являлся агентом он этой инвестиции проводил джеки ай и являлся гарантом что джеки ай обеспечит или вернее что он обеспечит соответствующие залоговые документы в виде акций или доли как вы говорите в евразии на релосковой систем холдинг и зарегистрирует их внутри компании и это он все время делает делал и делает евро то есть вскоре инвест групп но вскоре инвест групп за историю с 2015 года с марта месяца по значит по середину помара май месяц этого года наелся такой каши вы не представляете в скольких банках были закрыты ну как бы приостановлены закрыты счета разные пасквили на эту компанию шли там проверки мы полтора года эта компания вела значит аудитирование каждого год год прошел полтора года аудитирования шло слава богу сейчас все приведено в порядок но чтобы вот этот шлейф всей этой каши и в интернете и по банкам банк очень четко отслеживает появилась вскоре инвест групп стоп сразу стоп движение денег и целый месяц приходится разбираться да вот был счет вот это сам они находятся то есть иными словами проще говоря так что вскоре инвест групп лимитид находится в черном международном списке поэтому эта компания приведена юридически и балансово или был по-бухгалтерски приведена в порядок чтобы не было никаких вот я щас ездил в прошлую пятницу варшаве был целый день значит давал показания прокурору по поводу закрытого счета в польском банке который мы вот отбиваем сейчас чтобы эти деньги вы вернуть обратно не не вернуть а получить к ним доступ они пока приостановлен доступ к этим деньгам вот и значит я поехал там на полтора-два часа проторчал проторчал у прокурора шесть часов показывал видео разъяснял значит всякие доводы приводил результат прокурор проникся заинтересовался тем что да действительно вы не значит что дело вы обеспечиваете прозрачность так далее так далее так далее потому что вот такая куча разных обвинений кто за этим стоит first skyway инвест групп вот мая или в апреле месяце это дело застабили вот основная причина понимаете поэтому создана значит была зарегистрирована компания skyway капитал на значит санта лучи сл санта лучи это тоже офшорная зона вот и эта компания теперь если вы посмотрите сейчас свой договор или договор инвестора кто инвестирует то там написано как раз к вей skyway капитал является он получил от эти документы оформили от gti получил все полномочия и агента и значит гаранта для инвестора что будет обеспечить тот процесс о котором я говорил это обеспечивается что это обеспечивается процесс проведения в эко технопарк 1 по 15 этап включительно понятно да но дорогие друзья чтобы не путать божий дар с яичницей и скажем так в одном котле или в одном ну скажем большом чане или большом реакторе не варилась бы значит несколько продуктов было создано чуть раньше было создано чуть раньше сковей капитал в евросоюзе до которая создана для того и она сейчас ничего не проводит она только готовит по мере возможностей этот как бы является костяком юридическим костяком центра народного финансирования адресом проектов и развития skyway и всего того о чем мы до сих пор говорили это и так называемого как бы будет как бы поддержана или будет являться элементом или же сотрудничать всемирным фондом экопланета вот в этом плане для чего это для того чтобы обеспечить подготовку инициацию подготовку и инженерно-техническое обеспечение строительство адресных проектов отдельно вот с этой стороны обеспечить его и чтобы было и строительство и обслуживание эксплуатации объектов и маршрутов адресных проектов но вот теперь ясно да два сковей капитала как бы условно говоря куда где средства будут направляться инвесторов они будут направляться в gti и непосредственно в адресный проект понятно потому что gti и условно говоря или фактически будет выполнять своими структурами все проектные работы управленческие работы будет производить вагоны юнибусы и не байки не кары что угодно обеспечить технологию наладку отладку там масса разных вопросов и еще средства будет направляться в само строительство потому что какой-то степени она будет участвовать в управляющих компаниях по каждому из адресных проектов и gti будет участвовать в компаниях которые будут обеспечивать эксплуатацию я как анатолий дардович это общее ну как бы принято международная практика что заинтересованный владелец технологий участвует проекте 25 плюс один процент или не менее 25 процентов как он говорит да то есть должно быть три четвертых и чуть чуть больше или как минимум три четвертых вернет четвертая или чуть чуть немножко больше то есть это 25 процентов плюс один процент или 25 процентов они оба обеспечивают практически зависит от того в какой стране это делается и от законодательства конкретной страны то есть это этот принцип обеспечивается и это нам обеспечивает потом получение прибыли от эксплуатации этих объектов которые мы строим бизнес не в строительстве дорогие друзья бизнес это как знаете вот это типа того что как mercedes выпускает машины да вот и считает что у него бизнес в выпуске машин ну да потому что наваривает туда очень большую прибыль мы большую прибыль не навариваем на транспортные пока значит мы на рынок не вышли еще мощно вот а наш наша прибыль от эксплуатации то есть мы создаем команды которые таксистов которые начнут работать и эксплуатировать эти машины начнем сервис обслуживание все это дело и вот это будет наш основной бизнес мы оттуда будем получать свою как бы поток доходов который будет формировать прибыль GTI а из этой прибыли GTI будет выделять 20 прежде чем ее распределять он отделяет 25 процентов от 100 процентов всей прибыли отдает это Евразия GTI и GTI один и другой а те выплачивает соответственно нам дивиденды остальное он на развитие пускает 80 процентов и так далее распределяет потом только после этого а не до того понятно да это наша гарантия то есть первое значит заканчиваю это экотехнопарк один сказать это работать на подготовку структуры будущих обслуживания будущих адресный проект но возник у нас еще так называемый Royal Capital Group он завис какой-то он создан на Каймановых островах это фонд условно фонд то есть площадка тоже который 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 эта компания не имеет лицензии и эта компания не имеет лицензии понятно да она занимается краудфинансингом вот мелкими инвестициями так далее это проходит более-менее это такой серый вариант а это уже белый вариант потому что здесь есть лицензия но там есть ограничение с другой стороны то есть не менее дано разрешение аудитору и аудитору этой компании у нее есть специальный аудитор лицензированный который проверяет все сделки проверяет природу всех денег которые туда поступают но они должны быть инвестиции не менее десяти тысяч тут есть свои особенности вот вам будет сказано сейчас не буду в детали вдаваться то есть инвестиции поступают сейчас и в эти один пятнадцатый этап до завершения этапов это белый вариант да вот это и будет потом эта площадка использоваться конкретные отдельные адресные проекты тоже потому что она имеет очень хорошую базу у нее есть своя особенность что эта площадка инвестору выдает или этот р royal capital группу выдает инвестору свои акции а взамен получает или получает выкупает у глобал транспорт инвестмент соответственно привилегированы акции после того когда после того когда инвестиции или сумма соответствующие но вот этапу перечислено сюда для этого была сделана определенная юрическая операция то есть с этим понятно я так надеюсь так я посмотрю какие вопросы тут вас щелкают а что ограничено 20 дмитрий вот вы знаете не бесите меня я сейчас начну нехорошими словами обзываться понимаете что такое ограничено 20 процентами вы соображаете как вы вопрос задаете вы мне извините что я ругаюсь нельзя на вопросы ругаться вопрос задали значит непонятно я вам объясняю поэтому и для других тоже кто стесняется спасибо что вы задали его по крайней мере вы для себя разберетесь простите что я так отреагировал значит говорить я говорил что нет меньше 20 процентов не понял значит вы понимаете 20 процентов я же вам объяснил что такое 20 процентов 20 процентов сначала в первую очередь от всей прибыли global transport investment выделяется и отдается и потом только происходит распределение прибыли на какие-то другие назначения потому что если бы этого не было то например global transport investment мог бы принять решение что давайте-ка все ну 90 процентов прибыли направим в развитие ну какого-то там допустим марсианского проекта например будем на марсе строить скайвей и давайте это исследовать в институте марс скайвей а вы бы вот так вот утерлись бы все понимаете да поэтому это можно делать из суммы которая остается после выделения 20 процентов отделения 20 процентов от всей ну в 100 процентов какой-то это если это 100 миллиардов по от 100 миллиардов 20 миллиардов уходит нам а вот с 80 миллиардами тогда уже делай что хочешь понятно да значит наталья очнитесь у каждого фонда свое количество акций речь о том что у капитала заканчивается ничего не заканчивается алекс никаких долей ничего не заканчивается единицкий ведет дополнительные акции ничего дополнительно не вводится на продажу ничего не выставляется никакого размытия не происходит все делается дорогие друзья в рамках существующего 400 чем-то там миллиардов акций часть из них 6066 кома 66 процентов это простые акции и 33 кома 33 или 34 это привилегированы они разделены на две части часть была в евразии на и да не было она есть евразии на русской вестистом холдинге 15 процентов 60 чем-то миллиардов и вторая 18 процентов чем-то было есть в или какой-то момент было в евразии на русской вестистом холдинг 2 сейчас вот эта процедура почему с royal petal group и немножко заняло времени пока происходила юридическая операция часть 2 процента акций то есть в евразии на русской вестистом холдинг 2 осталось 16 кома 33 процента два процента переведены обратно владельцу акций global transport investment ничего нигде сосуд не доливалась и ничего не разбавлялась понятно да и это резерв который она держит для чтобы оперировать с royal capital group и какими-то еще другими возможными операцией это всего два процента посчитайте сколько это есть понятно да и кого поэтому алекс вы тут мягко выражаясь не то не туда потянули алекс мои мои моим рефералом был получен сертифик не не бодайте себе вообще рефералами своими эти номера ни о чем не говорят кроме того что они фиксируют определенные вещи они не последовались и передаются и так далее не забивайтесь откуда будет капитал братья си да это кстати не капитал извините это значит акционерный ну да в принципе в какой-то степени вы правы это акционерный капитал компании и он внесен все и там его значительно больше как же вы думаете куда они денутся ведь смотрите мы не до инвестируем если вы посмотрите финансовый план финансовом плане очень четко видно что каждый этап возьмем хотя бы последний этап и по 25 миллионов надо проинвестировать это значит что на соответственно это есть в резерве есть зарезервированные залоговые акции скажем так или доли как вы их называете мы не до ни на одном этапе сейчас нет до финансируем 25 миллионам значительно но незначительно в какой-то степени меньше это происходит и мы переходим этап потому что работы фактически выполняются понимаете и нам важно не то чтобы все деньги собрать инвестировать инвестиционные а нам важно выполнить работы эти работы выполняются как анатолий говорит что мы выполняем и перевыполняем свои задачи на заниженном финансировании это значит что остаются доли или акций поэтому никакого ничего нехватки никакой нет не волнуйтесь полозов олег по мусору рекомендую ознакомиться с разработками ладим давайте сейчас не будем с этими разработками это не наша тема друзья я просто ее привел как для а почему свик черном списке кто-то так по свик перенес черный список будем брать будем брать свое время алекс владимир и родион с переходом на 3 дискант 1600 останется останется не волнуйтесь он останется обязательно как и было обещано в свое время речь о том что сертификационный номер данной равной той сумме как мнение не обязательно нет 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 это вы же знаете что берутся они же ведь не как бы вы же не выстроите всех в одну линейку как допустим они за дивизию солдат от первого до там шеститысячного допустим да не выстроить их так и у каждого свой номер поэтому зависимости от необходимости там могут браться ведь там же есть еще и свободные так называемые нам там важно следить не за тем какой номер а затем чтобы постоянно находился в реестре запас свободных акций которые потом выводиться будут на рынок ценных бумаг на ipo или какая-то операция будет с токенами понимаете может быть если это целесообразно будет и выгодно вот и поэтому плюс 50 процентов это должно быть плюс одна акция понятно да потому что не с нашими в начале не с нашими уже как бы заложенными имеющимся в нашем распоряжении акциями пойдут на рынок на рынок пойдут свободные выставлены будут свободные акции вот покупайте но у нас уже вот 50 процентов плюс минус одна акция уже владельцы имеются конечно рвануться покупать это нам выгодно понимаете мы будем какое-то время сидеть ждать как я раньше говорил один к 600 будет не волнуйтесь там будут свои нюансы но скажем я так думаю мое бы предложение если бы у меня сейчас спросили я бы сказал но это сейчас не столь важно так участвует в московской транспортной выставке не знаю отдавался инвестором на габрия также в марте да все забыли об этом это про дискон 600 так все где ох и тут еще есть будет ли документально не понял вашего вопроса значит юрий куда деле сибирякова ну по-моему было сказано вам что это дело индивидуальное и мы договорились не комментировать понимаете там есть свои нюансы о которых вы в свое время узнаете все потому что там есть коммерческая определенная значит тайна я не имею права сказать вот сибиряков пошел заниматься вот эти понимаете если сибиряков сам скажет а скажет он скажет свое время поэтому будьте спокойны все делается во благо сковей не волнуйтесь забыли про дискон между секрет капитала алексей значит вообще не видел разницы между свек и капитал ну смотрите более внимательно вместо рисительные доли в деньгах не знаю спросите в свиге так и теперь значит смотрите с этим я раз мы разобрались теперь посмотрим что у нас дальше продолжается самое важное чем сейчас мы работаем это то что с одной стороны мы обеспечим центр народного финансирования адресных проектов и организации кооперации инвесторов потому что это становится актуальным почему потому что накатываются адресные проекты их финансирование и когда мы разбираем ну варианты как это можно будет юридически и организационно оформить то появляется кто появляется наши инвесторы которые мы обещали и будем обеспечивать определенные так называемые преференции нулевые окна там возможности пред пред при 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 инвестировании так далее понимаете да потому что наш инвестор он уже как бы участвует проекте это его бизнес скажем так 80 процентов таких будем так полагать или 20 процентов как хотите по закону спорта статистики да вот поэтому это очень важно и это надо будет делать это делается сейчас так я еще раз я посмотрю ваши вопросы так и сейчас перейду уже конкретным вопросом хотя ваши вопросы тоже конкретно лифе вы выбрали инвестиционный фонд и выбрал низкого они фон ну правильно и ницкого выбрали вы не юницкого вы выбрали проект значит юницкий он он просто действительно харизматичный человек он гений своего дела он высшей квалификации если не сказать профессионал тут говорить не о чем наш ладно все так никакого черного списка забыли значит смотрите вот переходим взаимоотношениям skyway капитал свик и rsv дорогие друзья интересная тема значит мы достаточно достаточно время скажем так вчера беседовали без рсв с рсв мы до того беседу вчера мы беседовали с андреем хавратом с раймонцем разбирались что там произошло в вьетнаме значит и что пришли какому мы друзья выводу пришли к выводу что злые силы или так называемые демоны мирового рынка транспортного и еще кое-кто пытается значит столкнуть сыграть на этом вы же понимаете что мы входим или мы вошли уже в мощнейший международный бизнес мы уже путаемся в ногах больших воротил и поэтому тут всякие приемы приемлемы слава богу у нас хватает ума между собой советоваться я считаю что вот я воспользуюсь этой площадкой сегодня я поблагодарю коллег из свига потому что очень конструктивный был разговор мы действительно разобрались если бы не этого не сделали и ходили бы дулись бы свои еще ну как бы вот кубы раздули бы важность свою раздули бы у нас бы так и развели было бы очень много и кто пострадал бы страдали инвесторы скорее и самый первый лозунг который у нас прозвучал вчера когда это был то что извините мы действуем продекларируйте кто мы участвуем сегодня что мы действуем в интере хасах инвесторов сковей мы сами в первую очередь являемся ими или во вторую очередь в первую очередь являются ими люди с которыми мы говорим которым мы как бы убеждаем которым мы поддерживаем которых с которой мы работаем и мы стремимся куда получение выгод от реализации проекта вот и все поэтому это произошло я считаю мы очень много важных моментов и тут еще будут будете услышать и увидите значит в ближайшем будущем интересное решение по возможным формам сотрудничества комментарии по токенизации я хотел их отдельно сделать но когда просмотрел вопросы то я сейчас отдельно не буду делать буду по ходу заданных вопросов не было такого разговора по черных нет никакого черного списка значит мы все в черном списке так говорить вот оказывается так что будем спокойны есть ведь и есть что тут греха таить на том же самом вьетнамском рынке можно посплетничать они не слышат и не понимают ноги и русского языка вот они же идет борьба это инвесторы группы активных они сетевики были где-то в других компаниях да у них большие общества они делают порой немножко больше того что нужно бы делать и некорректно то есть они переносят мусор и скажем так мусор я бы сказал пороки которые несут другие системы сетевые мы не сетевая система мы просто пользуемся элементами многоуровневого маркетинга вот и они привносят сюда и начинается ерунда в фейсбуке начинается ерунда даже скажем сковей капитале что вот эти лучше эти хуже что вот мы моложе эти старшие дурнее или еще что-то не волнуйтесь потому что там достаточно много разборок у нас и время занимает то есть скажем так вот мы третий раз поедем скорее всего с франтишком соларом во бьетнам в начале декабря там будет конференция выставка и конференция и скажем так один из вопросов значит корректности и скажем но культура сотрудничество понятно да речка ответь пожалуйста да отвечу алексей со временем и так вопросом наше время уже 1 плане 2016 гола был пакет акций юбилейные тем кто приобрел это и предлагалось юбилейными как я могу получить эту монету кому обратиться вы знаете обратитесь по структуре значит к своему лучше всего обратитесь к куратору региона где вы находитесь кураторы есть связь скажем так учет есть в рсв и есть если вы в этой в этот пакет в капитале и приобретали на то вы находитесь в списке и вам скажут где и как получить эту монету юбилейную она очень красиво я согласен обвираться с токенами исправления ошибочных действий так далее по токенам значит там были вопросы много вопросов было что я вот про нажала на кнопку там что-то ушло теперь как вернуть потому что я передумала резюме прежде чем нажать подумайте а если уже нажали то не волнуйтесь это значит можно будет вернуть но это займет время если это было в рсв это было в рсв обращайтесь работайте ничего никуда у вас не пропадет значит по поводу этому есть были вопросы значит а как а почему капитала почему свик и так далее да рассчитано уже все почти значит выявлены пределы в которых скажем так есть это возможность сделать индикация и тэшная система вроде бы отрегулирована так что ближайшее время будет известно что и как будет мы этого раньше делать не будем потому что пилотная как бы отработка идет на рсв и как только будет белый лист это первый индикатор или первый триггер сработает еще плюс там другие документы два документа будут как они будут так практически это для вас и для сигнал что мы уже готовы провести это и в капитал и в свиге практически одновременно вопрос только технических операций будет и члены правления капитал а члены капитал получают зарплату от фонда нет нам оплачивается значит бонусы зарплаты как таковой нету мы не находимся мы не ну как бы у нас нет договора о найме на работу у нас есть определенные поощрения которые зависят от многих многих факторов от того от разных там какие функции каждого определены функции так далее ваши поездки связаны с разбитием вашей личности я свою личную сеть вообще не развиваю к сожалению я нахожусь на уровне мастера это скажем так были мои но первые инвестиции я практически на ней застрял я ею не занимаюсь моей структуре только время от времени скажем более такая активная моя супруга которая является одной как бы моей ногой вот я к сожалению или к счастью структуры но я поддерживаю другие структуры режу я не структурщик и поэтому скажем так с моей сетью вообще никак не связан с общими я поддерживаю всех других потому что от этого наше общее инвестиционный объем зависит его теперь представьте я бы сосредоточился на свои только сети я думаю что от этого было бы в десятки раз меньше толку нежели это я сосредотачиваюсь и создаю возможности вам тем кто ну желают и умеют и готовятся и готовы и для кого это бизнес для меня это не бизнес а ну скажем этот просто опыт определенные не более как вы попали в член управления скажем так очень просто взял и вступил шутка значит чтобы вы понимали в 2015 году в ноябре месяце мы поехали с инетой анджана мы поехали в минск анатолий дворда еще это был октябрь даже конец октября 2015 года прекрасно помню вот капитал был организован так называемый капитала все скорее нет групп он был организован начале 2015 марки по моему 2015 года но там были свои проблемы не буду сейчас их всех раскрывать вот об этом мы не знали мы поехали того чтобы создать отдельную площадку и ну мы уходили из свига в то время хотя в свиге тоже были ты ну ну так скажем так активны просто вот и у меня была идея потому что вообще пришел в этот проект skyway пришел с идеей я консультант экономист я пришел с идеей что я уже тогда видел необходимость создания инженерно-технической базы будущего обеспечения всех проектов и эксплуатации этих систем вот транспортных систем и это для меня была примарная и вот мы пришли надо там начинать с с площадки то есть сертификации так далее и тогда пришли к наталья дарычу и и он у нас спросил он сказал у вас есть 200 тысяч долларов чтобы площадку заказать уже это стоимость площадки со всеми ее атрибутикой мы сказали но в принципе если надо мы это дело организуем он сказал вы знаете у меня неэффективно работает площадка может быть разберетесь значит и вот мы тогда разобрались провели аудитирование площадки которая была вот переговорили с евгением кудряшовым и к декабрю месяцу пришли к выводу что мы будем с этим работать и вот таким образом я оказался в skyway капитал и вся команда тогда потихонечку перешла сначала перешли или присоединились мысль но как бы мы вдвоем сын это анжан и потом ирина волкова затем смотрели и сомневались алексей суходов сергей сибиряков который в 2016 году они тоже перешли когда площадка уже стала прибыльной и стала как бы передавать существенные инвестиции в джи ти ай вот история как я попал члены правления как паспорт и другим людям не надо туда попадать значит но у вас есть шанс если вы хотите в правлении попасть если вы обладаете достаточными компетенциями много правления разных других будет потому что как я вам уже показывал в какой-то момент какой-то момент до когда 15 этап закончится этот skyway капитал он преобразуется в что-то другое ну что этот поток сюда прямой закончится то есть вот эта стрелочка будет сюда но она будет уже работать вот с логике может быть это будет дополнительная площадка в логике там какого-то другого региона то есть разве родим практически мы будем работать и работаем уже на всех континентов поэтому есть необходимости для безопасности для разных делал эту площадку потом использовать она не исчезнет она будет но там будет изменены определенные организационно-правовые взаимоотношения все не более и не менее вот поэтому это очень важно понимать как себя биткойна на токен skyway вы знаете скорее всего токен skyway будет на биткоин когда-то влиять я так думаю и очень сильно кстати вот поэтому 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 не буду сейчас даваться это не суть нашего вебинара вопроса skyway капитал и я об этом уже говорил когда пожалуйста чем смысл данной системы я объяснил вам да теперь когда появляется перечень когда появится перечень вопросов решение которые мы для подписанных а вы знаете в частном порядке я выдаю этот перечень теперь это моя ну скажем так самодеятельность откровенно говоря этот перечень не жить я и никем пока четко не утвержден мы отрабатываем его и для этого создан на добровольных началах сейчас первая группа первый как бы костяк центра адресных проектов или развития или как угодно там называйте его про пока вот этой структуры во главе с владиславом волков сейчас вот эта группа на отработать отрабатывает на первых адресных проектах мы отрабатываем именно вот этот перечень и мы задаемся уже больше десяти проекта у нас в работе по-разному причем это делается в счет будущих доходов все работают пока добровольно извиняюсь так много вопросов орган центра адресных проектов сейчас я откашляюсь извини просто по организации центра да да много вопросов мы будем их и на них отвечать они сейчас него не горящие вопросы что-то что я мог я вам ответил в чате ссылки должны размер этого в чате ссылки должен размещать модератор согласен такое есть задание прямо да вот пока это не сильно пресекалась но действительно там возникает я просматриваю время от времени вы выше меня извините кто в чате и кто мне сейчас слушает что я в чате достаточно редко бываю но я заглядываю туда и когда вот есть мало-мальски какое-то время потому что это сразу отвлекает понимаете сразу надо настроиться сразу ты вышел из режима и уже весь перечень вопросов которые у тебя есть за день ты отвлекаешься от этого к сожалению это так время очень сжато вот многие размещают ссылки без комментариев допустим и согласен и мы делаем сейчас с алексеем который в основном мне помогает по этому чату и другие товарищи там и олег помогает и татьяна значит мы это дело учитываем ну и как видите мы с вами уложились во времени я благодарю вас за внимание этими слайдами но прежде чем закончить я посмотрю что здесь еще на кропали нам час одну минутку дмитрий спрашивать у хавратов хавратов что там хавратов хорватия говорила что акции будут стоить да это отдельная история и он где-то прав будут будут не волнуйтесь будут стоить они уже стоят больше дорогие мои посчитайте я же вам приводил расчеты кого-то он более прямолинейная более такой хитро это все завуалировано вам подаю и и делаю рекламы на рынке понимаете потому что посчитайте посчитайте хотя бы даже возьмите 8 или 10 этап и возьмите 12 или возьмите для примера не поленитесь зайдите финансовый план который у вас есть кабинете в документах посмотрите его что такое 13 этап и вы поймете разницу между между дисконтами это и есть рост так называемой внутренней скажем инвестиционной себестоимости акции она в сотни раз изменилась понятно да не буду сейчас простых коленочных примеров вам приводить поэтому хаврату так уважаю так спасибо за вашу спасибо вам тоже друзья что такое площадка площадка это но среда что ли ирина это среда в которой осуществляется различные операции в данном случае я под площадкой понимаю если вот в одном понимании это skyway capital эта площадка которая обеспечивает своим всем механизмом всеми своими средствами с одной стороны агентирование как агент проведения средств от инвестора в компанию о которой грибы жить ай и доведение это уже не наша задача доведение до зао струнной технологии который является основным получателем всех этих инвестиций как бы реализует капитализирует вот и с другой стороны проведением всех операций которые необходимы для установления обратной связи в залоговых документах или в акциях которые надо завести и все свои обещания по договору выполнить это есть площадка если мы говорим о площадке по значит операциям с токенами или с крипто решениями на основе технологии блокчейн это другая площадка она будет она создается она создается global транспорт и это будет так называемая международная но скажем крипто биржа которая будет заниматься как минимум тремя направлениями пока не буду больше комментировать инструменты через которые можно инвестировать ирина а спасибо лек так что там у нас еще было вопрос сегодняшему вебинару у партнера в количество доли за по различным фондам но и дальше что в обеих количество доли превышает длину и что техподдержка ответил мне что предположение по долей друзья ну что читать не умеете там 100 только можно на 100 значит на 100 тысяч акций или доли все сколько бы там вас не было меньше нет больше нет все капитаны все отсутствует функционал правильно отсутствует поэтому сейчас пока отрабатывается вам уже отвечал там головотюк господин мы правильно доля не токены то потеряет такую возможность нет не потеряете не волнуйтесь ирина октав я думаю что не потеряете благодарю так огромное все я смотрю вы уже готовы попрощаться я вас тоже дорогие друзья всех благодарю желаю вам добрых начинаний мудрости которые я всегда желаю значит здоровья доброго здоровья терпимости первую очередь к самым близким людям терпимости к самому себе не будете себя любить не сможете любить близких вот ну естественно будьте открыты к проекту лояльный проекту это не значит бездумный а лояльны старайтесь разбираться не стесняйтесь разбираться ибо от этого зависит наше благополучие берегите себя строй скобей спасай планету желаю вам всего доброго до скорых встреч спасибо